Всем привет, с вами Илюха и сегодня у нас урок фотошопа. Напоминаю, что я работаю в фотошоп CS5, так как CS6 новый и он не у каждого есть. Сегодняшняя тема лого. Что такое лого? Давайте такое лого. Вот моё лого. Это я так на скорую руку сделаю. Ну, надеюсь, вы поняли, о чём я. Ну, так на сегодня будем делать такое. Давайте сделаем новый проект. Нажимаем право создать или Ctrl-N. Название будет лого. Сделайте здесь такие настройки, как у меня. И нажимаем «Ок». Видим, что у нас есть фон. Теперь будем приступать к локу. К самому локу. Давайте сделаем двойной клик левой клавишей мыши на вот этом самом. И нажимаем «Ок». Видите, за мной что снялся, мы можем теперь делать вот эти слой, всё, что хотите. Так, теперь берем установлен текст. И пишем. Вот такая вот просто простенькая, как бы, стандартная, примитивная запись. Теперь, как же вообще, как же я делаю вот такие вот эффекты. С интересным. Видите? Делаю самые такие, как отбитые кусочки с раками. Это достаточно красиво, мне нравится. Давайте перейдем на свой фотошоп и сделаем поднимет двойной клик левой клавишей мыши. Перед нами открылся ассортимент эффектов. Расположим такой пакет, чтобы видеть наш результат и саму панель эффектов. Давайте сделаем для начала тень, чтобы было видно, что этот панель эффект. Так, перейдем в карту тень. Сделаем жесткость и тень. Я сделаю на 50 смещение. Так же вам нельзя. Я сделаю вот так вот. Размах. И вот здесь можно положить чуть-чуть по химичи. Видите? Она работает. Размытие по гауссу. Ну, можно сделать вот так вот. Вот так вот. Так, теперь давайте сделаем внешнее свечение. Здесь сантаз у нас стоит. Стоит желтый. Я выберу белый. И внутреннее свечение. Это у меня вот такого прикольного эффекта. Стоит желтого. И вот так вот. Стоит желтый. Стоит желтый. Ну, давайте сделаем это. Контуры и масло используемых можно использовать. Но мы их используем, чтобы было много всего. И вот все работает. И вот текстура. Как же я делал вот это оббитые такие кусочки? Просто переходил к текстуре. И чуть-чуть что-то появилось. Вот можно выбирать ракурс, который нам нравится, жёсткость. Я вам беру такую. Вот так вот. Ну, по-моему, вот так. Можно добавлять в стиле. И получается то, что этого делать не будет. Гляньте. Гляньте я не рекомендую смотреть, так как он очень зафинирует нашу работу. Наложение цвета. Ну, наложение цвета. Вам назвать его красным. Наложение градиента. Ну, я не знаю. Ну, надеюсь, вы понимаете, что такое. Можно сделать и так. Ну, этого идёт пока что тоже не знаю. Наложение узора. Это, как видите, вот нужно райдужный узор. Обычный такой каменный узор. Ну, поставил вообще для узора. И обводка. Обводка придает сумасшедшего красного эффекта. Ой, это слишком. Обводка. Достаточно сделать конюшенькую обводку. Наединочку вот. Можно делать так, как с оружием, так и внутри. И с санки. Я предпочитаю делать снаружи. Режим наложения можно менять, но я использую нормально. Свет отборки можно тоже менять. Можно, например, фип-шильдер с фантазией зелёным. Ну, давайте попробуем зелёным. Ну, и нажимаем ОК. Ну, как видите, всё предельно просто. Надо чуть-чуть фантазии, чуть попробовать. Ну, вы, например, вот всё отрегулировали и согнулись с такой проблемой, что можно сделать ещё одну надпись. А не хочется опять подбирать точно такие же эффекты. Мы делаем просто новый текст. Пишем правую надпись. И видим, что она обычная, не корректируется. Переходим на свой Покошон. Нажимаем правой клавишей мыши и скопируем стиль слоя. Переходим на свой ЗБ и клеим стиль слоя. Видим, что наш ЗБ стал таким же. Отлично. Теперь можем перейти к фону. И, ну, в принципе, если вы хотите взять лого, то просто можно удалить фон. Вот так вот удалить фон. И сохраните фон в формате. И будет без фона вот так вот. Как вы сейчас видите его здесь. Видите? Вот этот. По-моему. И, ну, если вы хотите с фоном там какую-то картинку сделать, то мы их всем делать с фоном, конечно. Выбираем цвет. Какой же цвет выбрать, что будет. Давайте попробуем вот такой. Ну, чтобы было необычно, мы сделаем, это, палечка-фильтр, рендеринг и эффектность еще ее. Выбираем здесь салатку. Интенсивно салатку каштарем, ну, примерно на 35. Да. И нажимаем ОК. Да. Высладывали не плохо. Чтобы приукрасить, чтобы здесь фигурировал ваш псевдоним и имя. Пишем не перестать. Делаем красный цвет. Так. Что я здесь сделаю? Тоже обязательно что-нибудь делаю. Ой, здесь уже гуляли быстро. Я надеюсь, вы поняли, как это все делается. Я не сделаю тебе, девочка, больно. Ты будешь так больно. Я твой герой. Я твой герой. Ну, в принципе, сделали такую простенькую надпись. Теперь я точно не помню. Давайте нажмем Ctrl T. ОК. Чуть-чуть сделаю побольше от Маттики. Так. Теперь я делаю 10 минут. Так. Теперь файл. Мору. Мору. А. Редактирование. Можешь стать. Транформирование. И давайте сделаем поворот. Вот так же сделаем. И все. Типа кто это делал? Все. Нажмемо привык. Ну, в принципе, мы достигли хорошего результата, уже красиво. Давайте сформим это изображение. Кто еще до сих пор не сохраняет. И можно сохранять и комбинацию с шифрой S. С. И Ctrl S. Это сохранить. Я положусь в шифрой S. Ну, и файл. Сохраничка. Так. В формате HP. Давайте его сохраняем. На рабочий стол. Так. Окей. Закрываем Photoshop. Не сохраняем ничего. И так видите. Вот что за что. Ну, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте большие пальцы вверх. Надеюсь, что он помог. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok